Протяженность Волса почти тысячи километров. Из-за его бесперебойной работой следит 4 ремонтно-восстановительные бригады. И чем дальше на север, тем сложнее работа. Допустим, участок Гигарской бригады составляет 300 километров. И в основном это непроходимые леса и болота. Ремонтно-восстановительные бригады Волс это уникальная спайка из высококвалифицированных специалистов, собранных со всей России. Местных жителей, опытных тундровиков, которые прекрасно знают местность, в которой предстоит работать. Эти люди, которые готовы в любой момент выехать на местность, если есть такая необходимость. Но не подумайте, что обслуживание линий это только подъемы по тревоге с марш-бросками. На самом деле все наоборот. Чем регулярнее осмотр линий, тем меньше опасность той самой тревоги. Поэтому ремонтные бригады никогда не сидят сложа руки. Группа постоянно выезжает проверять опоры на своих участках. Экспедиция в среднем занимает до 10 дней. А с поправкой на непредсказуемую заполярную погоду может увеличиться в разы. 65% времени у нас занимают плановые верховые осмотры, то есть визуальные осмотры и так далее. То есть это накладка бандажей, осмотр узлов крепления для недопущения аварийной ситуации в будущем. Это только звучит просто – визуальный осмотр. Но прежде чем визуально осмотреть оптический кабель, до него еще надо добраться. Вернее, забраться. Да-да, на саму опору. Допуск к такой работе имеют только опытные высотники. Поднимаемся для верхового осмотра. Используем привязочную страховку. Осматриваем все узлы крепления. Везде стояли шпильки. Смотрим расстояние между виброгасителями. Не съехали ли. Скажите, а вообще как часто приходится забираться на такие опоры, осматривать их? Осматривать? Ну, летом мы делаем верховой осмотр полностью до Снежногорска. А этот сколько примерно подъемов? Ой, сколько опор его. Около 300 опор. 300 подъемов, 300 осмотров, 300 спусков. Ничего себе нагрузочка. Евгений для этой работы проходил специальное обучение. Получал все допуски. Есть в ремонтных бригадах и спецы, которых брали, что называется, готовенькими. И не просто брали. Переманивали со всех регионов из-за классной квалификации. Персонал подобран у нас практически со всей России. Здесь представлены, ну, так скажем, лучшие специалисты, как я считаю, в этой области. То есть в области волос, в области связи. Лучшие инженеры. Кастинг очень жесткий был. Поэтому коллектив и команда у нас обучены на 100%. И выполняют все и в любых условиях. Кабельщик-спайщик Игорь Пономарев сам из Санкт-Петербурга. Но за годы работы успел объездить всю Сибирь. А почему решили приехать сюда в Игарку? Ну, во-первых, компания стабильная, в которой я сейчас работаю. А во-вторых, как-то я более 15 лет работаю на монтаже волоса. Постоянно разъезды, и поэтому такая работа мне нравится. Где до этого успели поработать? В Мурманской области и Хмау. Ну, здесь, конечно, условия намного отличаются. Погодные здесь и морозы покрепче, и зима подлиннее. Игорю есть с чем сравнивать. Пайкой кабели ему приходилось заниматься в самых сложных полевых условиях, за что и ценит. В Игарке он работает вахтами. Но есть в бригадах единство и те, кто на северных просторах прописался всерьез и надолго. Максим Емельянов в начале два года следил за прокладкой оптоволокна на Норильском участке, как представитель подрядчика. А когда оптическая линия связала таймыр с материком, Максиму предложили переехать Норильск на постоянку. Ведь он лучше всех знает, как эта линия прокладывалась. Ему и обслуживать родной участок проще. Уже год как семья Емельяновых сменила Новосибирск на Норильск. Поначалу они пугались сюда ехать, потому что в интернете пишут очень много недостоверной информации о Норильске, о его климате. Но в принципе они переехали сюда, акклиматизировались. В принципе все устраивали. Как и его коллега из Игарки, теперь уже норильчанин Максим тоже считается одним из лучших специалистов связи в России. За 10 лет работы успел поучаствовать во многих успешных проектах. В области связи я работаю уже порядка 15 лет. Побывал практически во всех точках России. Начиная от Москвы, Волгограда, заканчивая Хабаровском, Якутском. Ну и все промежуточные города, так скажем, захватил. Приходилось строить как магистральные линии, так скажем, в масштабах страны, то есть это большие были объекты. Так и строил, ну производил телефонизацию, так скажем, городов. Работают в ремонтных бригадах не только приглашенные спецы, много тут и местных, особенно водителей. Ведь бесценный опыт езды по нашей тундре со всеми ее особенностями ни в каком институте не получишь. У тех ребят, что за рулем, кстати, чаще прочих вызывает ухмылку интернет-комментарии, почему до такой-то точки так долго ехали, ведь по карте все рядом. Как не по карте, а по реальному северному рельефу? И какая техника помогает штурмовать и грязь, и воду, и снег? Чтобы добраться до любой точки волса, смотрите в следующей серии. Город Унос, Артем Смирнов, новости с северного города.